Смарт-ридинг. Ценные идеи из максимально полезных книг. Теория ограничений Голдрата. Системный подход к непрерывному совершенствованию. Автор – Уильям Детмер. Автор теории ограничений доктор Элияху Голдрат – противник быстрых и радикальных перемен и сторонник детального анализа бизнес-процессов. В основе его теории лежит системный подход, что не является редкостью в менеджменте. Однако, в отличие от других управленческих теорий, теория ограничений систем не предполагает изменения всей системы, а предлагает сконцентрировать ресурсы компании на ограничениях системы, сдерживающих ее развитие. Основой теории ограничений является метод рассуждений Голдрата. Это система моделирования бизнес-ситуаций, позволяющая эффективно работать с качественными знаниями, оценочными суждениями и ценностными установками. Теория Голдрата помогает улучшить не только существующие процессы, но может применяться и для полного реинжиниринга организации. Суть теории Теория ограничений Голдрата – это философия совершенствования системы. Системы подобны цепочкам или переплетениям цепочек, и успешное функционирование всей системы зависит от работы самого слабого звена. Слабое звено – это ограничения системы, а теория ограничений представляет собой методологию, разработанную для управления такими ограничениями. Теория ограничений систем – это набор инструментов, правил и методик решения проблем. Теория Голдрата помогает ответить на три главных управленческих вопроса. Что изменить? В чем ограничения? На что изменить? Что делать с ограничением? Как осуществить перемены? Как избавиться от ограничения? Принципы теории ограничений систем В основе теории Голдрата лежат следующие принципы. При внедрении преобразований и разрешении конфликтов лучше полагаться на системное мышление, а не на аналитическое. Эффективность оптимальных системных решений снижается со временем при изменении окружающих условий. Когда система в целом действует с максимальной отдачей, лишь один из ее элементов работает на пределе своих возможностей. То, что все части системы работают на пределе своих возможностей, не означает, что вся система работает эффективно. Оптимальное состояние системы не складывается из оптимальных состояний ее отдельных элементов. Системы подобны цепям. В каждой системе есть самое слабое звено – ограничение, которое в конечном счете снижает результативность всей системы. Укрепление любого неограничивающего элемента не делает цепь более прочной. Для проведения обдуманных, разумных преобразований необходимо понимать текущее состояние системы, ее цели и характер существующих.